Мы уезжаем, большая наша команда поедет в Южную Корею, будем смотреть, многому учиться, как буддистская страна за 50 лет очень сильно стала христианской и вообще, я когда там был, смотрел так вот кресты, 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 вот из церкви выглядываешь, видишь еще 3-4 церкви рядом. И экономика поднялась очень сильно. И это вот четко говорит о том, что развитие страны, оно не зависит от партии или оно не зависит от человека, развитие страны зависит от духовного возрождения. Если человек духовно падший, он ничто не сможет созидать, он только будет разрушать. И об этом говорит Библия, почему? Потому что когда дьявол приходит, он уходит украсть, убить и погубить. И вот всегда, прежде чем начать основную пробовать, я хочу просто всегда говорить об основах. Эти основы у нас должны запечатлеться, чтобы мы это поняли. Потому что человек сначала должен узнать, кто он. Кто он. Потому что когда ты знаешь, кто ты, ты знаешь тогда свой статус, ты знаешь свое звание, ты знаешь свое призвание. И человек, ну как бы, его образ жизни происходит от того, кто он. Многие еще, ну как говорится, не знают, кто он. И вот Библия говорит о том, что вначале Бог сотворил нас по образу Божьему и подобию Божьему. И благословил нас и сказал, плодитесь, размножайтесь, владычествуйте над землей и господствуйте на нем. То есть вначале человек был чадом Божьим. Вначале он был сотворен по образу Божьему. И он имел общение с Богом. Но в Бытие 3 главы пришел дьявол. В виде он вошел в змея и искусил человека. И он сказал, что человек может уйти от Бога и жить счастливо. И он сказал такие вещи, искушая его, он сказал, тебе будет можно все, ты будешь жить для того, так, как тебе нравится, ты будешь стремиться к тому, что ты хочешь, ты будешь независим ни от кого и будешь счастлив. И, конечно, человеку больше всего нравится, когда что? Ты добьешься успехов, ты классный, тебя Бог любит, ты там вообще потрясающий человек. Вот если вы поедете на любые бизнес-семинары или еще какие-то, там все время качает вдохновение и качает гордость. Ты особенный, ты крутой, ты достигнешь. И, конечно, это приятно слушать человеку, что ему говорят, что ты крутой, ты особенный, ты вообще неповторимый, ты непобедимый. Понимаете, человек, который согрешил вот это ДНК, который ему сказали, что ты станешь как Бог, и многие люди хотят себя сделать Богом. Когда человек себя делает Богом, что он ищет? Он ищет себе поклонников. Неважно, артисты. Чего ищут? Поклонников. Они говорят, я, смотрите, богиня. Они фотографируют себя, чтобы к ним подписывались. Знаете, самое интересное, у меня много подписчиков в Фейсбуке, и иногда я захожу и просматриваю, на кого они подписаны. Я вижу, что кто-то на Кардашьян, кто-то на Бузову, который, ну, у него Бузовы и вот это все, Бузова. А в голове вот это, вот там, и вот этот мод, и все. Понимаете, человек, который хочет выдать себя за Бога, он всегда ищет себе поклонники, чтобы они поклонялись в форме одежды, в форме мышления, в форме образа жизни. Они это сильно прогрессируют. Это и политические партии, и все. И поэтому Писание говорит, что человек, он был искусственен, что ты станешь как Бог. И как-то он ушел от Бога, он умер духовно, и у него появились проблемы. Он стал плотским человеком. Иисус это коротко объяснил состояние каждого человека, который духовно неразвитый, духовно нерожденный. Он сказал в Матфея 11, 28. Он сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. То есть, в состоянии человека, человек трудится, думает о том, как выжить, думает о том, как поднять свое благосостояние, как купить машину или еще что-то. У него возникают периодические бремена, одну проблему решил, вторую проблему решил, что-то не решается, и у него беспокойство. Беспокойство разное. Беспокойство за прошлые ошибки, страх настоящего и страх будущего. И когда я, пастор, начинаю об этих вещах говорить, что вот это состояние, и не важно, кто ты, домохозяйка, студент, депутат, бизнесмен, это состояние человека, рожденного без Бога. Поэтому Иисус говорит, у вас нету покоя души. И Он говорит, придите ко мне, и я, говорит, успокою. И Он дает ответ, как Он это сделает. Он говорит, придите ко мне все, я успокою. Возьмите иго мое на себя и научитесь у Меня. Чтобы освободиться от беспокойства в жизни, нужно прийти к Иисусу, и второй шаг, нужно учиться от Него. Почему Иисус говорит, Он ищет поклонников, поклоняющихся в духе и в истине. Духовно родит нас только Христос, и истина, что является Христом, нас научит. Если мы возьмем Его стиль жизни, будем учиться, и там дальше написано, и научитесь, и тогда найдете покой душам вашим. Хотел бы ты не беспокоиться? Вот утро приходит, а ты не беспокоишься. В стране кризис, а ты не беспокоишься. Тебя обматерили, а тебе все равно. А ты вообще не беспокоишься. Почему? Потому что Господь, Он дает тебе мир. Знаете, когда мы живем по Божьим правилам, не важно, что происходит. Бог все равно свое Слово исполнит. Аминь. Поэтому дьявол говорит, нет, не исполнит. Душевный человек не может в это верить, потому что надо бы народиться от Духа Святого, стать духовным. И духовный человек, когда он слышит это слово, не важно, внутри него говорит такой голосочек, аминь, аминь. Так и будет, так и будет. Как в анекдоте такой, да? Папа едет на машине, а ребенок сзади стоит. Папа говорит, сядь, а то сейчас гаишники увидят тебя. Он стоит, тут гаишники. Он говорит, я не сказал сядь. Он раз сел. И такой говорит, пап, хоть я и сижу, но внутри я стою. Так вот, и когда рождена Духа, внутри ты знаешь, кто ты. И вот кто ты внутри? Кто ты внутри? Человек без Бога, его состояние, он от творения, он попал под власть сатаны. И в Иоанна 8, 44, Иисус говорит, ваш отец дьявол. И вы исполняете похоти отца вашего, ибо он человекоубийца и лжец от начала. Когда говорит, говорит он ложь. То есть, без Бога человек признает это, не признает. Он находится в трудах, обременениях, в беспокойствах. Почему? Потому что над ним владеет сатана. Вот кто из вас имеет грех? Можете, если признаться, считает себя грешником и имеет грех? Поднимите вот так вот руку. Есть такие люди здесь сидящие? Вот, раз, два, три, четыре. Все тут безгрешные, что ли? Пять, да? Пять. Вот, тогда откроем 1 Иоанна 3, 8. Написано, всякий, кто делает грех от дьявола, выведите бесов отсюда. Не, я шучу. Сидите. Сидите. Это шутка. Но для того и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Матфея 1, 21, откройте. Это уже 9 месяцев учу, но надо, чтобы это у вас запечатлилось. Родишься сына и наличешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот те, кто подняли руку, вы верите, что Иисус может простить вам все ваши грехи? Вы верите? Тогда сейчас поднимите руку и вместе со мной прочитайте эту молитву. Господь Иисус, я верю, что ты пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола и спасти меня от моих грехов. И с сегодняшнего дня, вот я сейчас, в этой молитве, прошу тебя, прости мне мои грехи. Войди в мое сердце и стань моим Господом и моим Спасителем. Аминь. Вы верите, что Иисус сейчас простил ваши грехи? Верите? Теперь есть у кого-то грех? Так, все, грешников нету. Все, власть сатаны разрушилась. Вот как только мысль приходит, я грешник, сразу на молитву и скажет, Господь, прости мне мои грехи. Я верю, что ты пришел. Аминь. Потому что, ну, Господь не хочет, чтобы мы жили с осознанием, что мы грешники. Потому что, если у нас осознание грешника, значит, у нас и жизнь будет грешник. У нас не будет смелости. У нас не будет, как бы, у нас мы будем жить под осуждением и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы принимаем Христа в свое сердце, смотрите, что происходит. Евангелие от Иоанна 1.12. А тем, кто приняли его, верующим во имя его, дал власть называться чадами Божьими. То есть, если в тебе нету греха, значит, ты уже не чадо дьявола. Значит, ты чадо Божье. А если чадо Божье, твой отец кто? Бог. Аминь. Видите, как просто. Простой Евангелие. Если твой отец Бог, значит, ты можешь говорить, Ава, Отче, Господь, помоги мне. Ты можешь рассчитывать на Божью помощь, на Божью защиту, на Божье водительство, на развитие в духе. Аминь. Слава Господу. Вот это вот простое Евангелие вы можете рассказать вообще за 2-3 минуты любому человеку, как у вас. Кто ты? Кто ты? Я чадо Божье. Почему? Потому что я верю в Иисуса Христа, который пришел разрушить дело дьявола и простить мне мои грехи. И когда мы рождаемся свыше, если вот взять, сказать, какой Божий план для тебя, вот вы это должны увидеть, что для тебя Божий план заключается в том, чтобы поменять, вернуть тебе тот статус, который ты утратил, ну, не ты утратил, твой прабабушка, прадедушка, Адам с Ева утратили, они, уйдя от Бога, мы по семени его грешные все. В одном человеке все согрешили, как и в другом человеке все воскреснут. То есть, когда мы утратили статус чада Божьего, когда мы приняли Христа, мы опять стали чадами Божьими. Все. Ну, что тогда есть? Тогда Галатам 5.16 происходит. Написано, живите по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, когда мы приняли Христа, мы стали чадами Божьими, мы стали духовными творениями, а не плотскими. И вот, когда ты родился свыше и стал духовным человеком, тебе нужно научиться жить по духу. То есть, если кратко скажу, то так, что когда ты приходишь к Богу, Бог рождает тебе духовную личность, его цель, чтобы ты вырос духовно, и когда станешь духовным человеком, в тебе проявятся все Божьи благословения, которые были в Адаме и Еве, и ты будешь совершать волю Божью просто своей жизнью автоматически. Духовный человек, кто такой духовный человек? Духовный человек – это уравновешенный, это спокойный, это мирный человек. Плотской человек – это какой человек? Это человек, который в трудах, в обременениях, в беспокойствах, в распорах, в спорах, в разногласиях. И поэтому иногда, когда человек приходит к Господу, ты можешь не отличить, духовный человек или нет. Почему? Потому что он еще младенец. Но если ты будешь возрастать духовно, наступает момент, когда ты становишься очень очевидно другим человеком, в отличие других людей. И сейчас я прихожу к проповеди основной. И она называется «Как возрасти духовно». Я начал сейчас вещать в интернете, в перископе, и выхожу на аудиторию, где неверующие люди, и проповедую Евангелие. И очень удивительно, конечно, разные люди заходят в интернет. Кто-то, когда я проповедую, реально оскорбляет, всяческие такие. А кто-то вот, ну, задает вопросы, и я отвечаю. И вот интересно, вот начали разные люди писать мне. Я потому что говорю, вы можете мне писать, я буду стараться отвечать на ваши вопросы. И вот один парень мне пишет, пастор, здравствуйте, я на протяжении месяца смотрю ваше утреннее слово. Посоветовал мне Иван Осипов и Павел Гончара. То есть ребята уехали, и там, говорят, с людьми встречаются, у них проблема. Они говорят, нашего пастора послушай. И вот он уже месяц слушает вот эти послания. В данный момент нахожусь в полном изолировании от внешнего мира, то есть человек в депрессии. Я не работаю, да и вообще потерял смысл своего существования, то есть это вообще на грани самоубийства уже. Мне ничего не интересно, живу одним днем, я хочу попросить вас совета, что нужно сделать, чтобы начать опять жить. Спасибо, если найдете время мне ответить. Ну я ему пишу, прочитал, завтра сделаю в перископе вопросы к пастору. И вот мне отвечает. Пастор, спасибо на ответ на мой вопрос. К тому же я получил для себя много ответов на другие вопросы. Благодарю вас за то, что вы делаете. Если у вас есть возможность, посоветуйте, пожалуйста, азы базового знания, по которым нужно проживать день. Какую литературу читать и как начать жить по Слову Божьему. То есть, понимаете, уже начинается работа и люди, ищущие Бога, они находят и уже начинают интересоваться. Я, соответственно, понимаю, что, конечно, с высоты 17 лет прожитых, мне хочется говорить тем, кто уже долг, но я понимаю, что надо понять основы духовной жизни. И здесь я хочу, чтобы мы открыли места Писания, которые я сегодня буду базировать проповедь. Вот смотрите. Матфея, 5 глава, 9 стих. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Евангелие от Иоанна 1,12. А те, кто приняли Его верующим во имя Его, дал власть называться чадами Божьими. То есть, когда мы принимаем Христа, становимся чадами Божьими, Бог формирует одну из наших качеств внутри нас, быть миротворцами. То есть, принести мир в семью, принести мир на свою работу, принести мир своим знакомым, принести мир в свою церковь. Поэтому человек, который, ну, в сути, еще, ну, такой беспокойный, он еще, ну, как бы, не имеет мира Божьего в сердце. Или вот 2-й конец, 5 глава, 17 стиха. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древняя прошла, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение, примирение. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы Бог через нас ущевает. От имени Христова просим вас, примиритесь с Богом. Ибо из нашего греха Он сделался для нас жертву и за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Итак, как возрастать духовно? Вначале мы приходим ко Христу, мы рождаемся духовно. Дальше мы учимся, и Господь нас наставляет. Он говорит, придите все ко мне, святужда, научитесь у меня. То есть, что-то, как мы учимся. Господь создал в Матфея 16, глава 16 стих, Он сказал, я создам церковь, и врата ада ее не долеют. Что такое церковь? Это люди, рожденные от Духа, которые учатся жить духовной жизнью. Это люди, которые исповедуют, что Иисус есть Христос. И поэтому дьявол, конечно, пытается много разных церквей сделать, разных имена дать. Даже есть христианские церкви, которые, в принципе, ударение делают на чем-то другом. На иконах, не знаю, на других каких-нибудь цветах, на статуях, на обрядах. Но Библия сказана, чтобы мы поклонялись в Духе и в истине. Чтобы мы возрастали в истине и становились духовно зрелыми людьми. Я вот попросил ребят, вот, видение немножко написать, видение жизни любого человека, если мы христиане. Включите, пожалуйста. Видение. Это стратегия видения. Видение. Родиться свыше. Стать учеником Иисуса Христа. Возрасти духовное. Проповедовать Евангелие. Найти учеников. Когда ты духовный человек, ты проповедуешь Евангелие своей жизнью. Ты мир несешь. И вот важно, чтобы расти духовно, надо каждый день возрастать. И чтобы возрастать духовно каждый день, что нам для этого нужно? Первое, нам нужно понимать, что Иисус строит свою церковь. И Иисус, Он учит через пастора стилю жизни, какому духовному стилю жизни мы должны быть. И вот важно, когда ты приходишь в церковь, это очень важно. Для чего? Важно не только поклониться Богу в духе и в истине. Духовно мы сейчас поклоняемся, но сейчас мы слушаем Слово Божие. И мы должны где-то, может быть, сейчас благодаря технике, раз, два, три, может быть, четыре раза, может быть, переслушать слово, воскресное слово пастора. Почему? Первое, важно понять, какую мысль хотел пастор донести до людей. В чем нам надо возрастать? В чем, какое послание дается? Потому что, понимаете, многие ученики ходят в школу, а они могут прослушать материал, но не понять его. И иногда человек, он тоже в церковь приходит, он прослушивает, но до конца не понимает. Может быть, какая-то мысль его зацепила, он схватился и прослушал дальше, куда это шло. У кого это так было? Раз, и три, раз, и все. Это, я думаю, у каждого было. Поэтому очень важно сейчас, когда Павел посылал послание церкви, люди перечитывали, перечитывали, сейчас за счет интернета можно прослушивать раза, два, три, четыре, чтобы понять. Не главное услышать, главное понять. Это вот первая ключевая мысль. Второе. В воскресной проповеди надо увидеть то слово, в которое тебе нужно изменяться. То есть, например, Бог тебе говорит, научись быть миротворцем. А у тебя на работе ты вроде бы миротворец, а дома ты не миротворец. И ты понимаешь, что я эту неделю должен работать на том, чтобы стараться держать мир с Богом. То есть, мир с Богом, мир с твоей женой, или с детьми, или там с мужем. И ты вот молишься об этом, чтобы это слово стало плотью твоей жизни, чтобы оно поменяло твой характер. Поэтому две вещи надо услышать в воскресной проповеди. Это понять, о чем была проповедь для всех. Второе. Это услышать, что именно для тебя. И поэтому первая стратегия, это, конечно, ну как бы, это церковь. Но дальше есть недели, понимаете, если ты в спортзал будешь ходить, ну, как говорится, один раз в неделю, ну, твои успехи будут очень маленькие. И Писание говорит, какая была стратегия у первой церкви, у апостолов. И первая стратегия, это было домашние группы. То есть, если мы откроем, это, деяние, первая глава, когда открывалась церковь, мы видим в горнице Марка, собрались ученики. То есть, собрались люди, которые слышали благую весть. Очень важно, чтобы не просто был, услышали диалог, но важно, чтобы люди молились друг за друга, общались друг с другом. Я вот слышал, что некоторые люди говорят, ну, мне сложно домашнюю группу вести. Домашнюю группу несложно вести. В домашней группе есть уже, мы уже разработали уроки, которые, над чем вы можете вместе порассуждать. Там не обязательно быть каким-то духовно зрелым человеком. Там важно общение и молитва друг с другом. В домашнюю группу ты можешь пригласить соседа, даже если ты в церковь всего ходишь полгода. Но важно, чтобы в домашних группах было общение, 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 общение. Когда люди общаются и молятся друг за друга, Бог обязательно будет развивать их. Если ты имеешь одно откровение, человек другое откровение. То есть, как вот, ну, вот если человек будет ходить в церковь и на домашнюю группу, у него будет более-менее духовное развитие. Поэтому домашняя группа, это очень важно. Вторая стратегия, это командное служение. Что такое командное служение? То есть, когда люди уже растут духовно, они понимают, что главная цель, вот в чем главная цель Христа была? Главная цель Христа была, это прийти, потому что Иоанна 3,16. Мир погибает без Иисуса, ибо так возлюбил Бог мир, что жизнь, ну, как бы, сына своего единородного, дабы никто не погиб. То есть, мир без Христа погибает. И Иисуса главная цель была Голгофа, чтобы он умер на Голгофе, и на Голгофе, он сказал, свершилось. Но какая главная цель церкви? Это Матфея 24,14. И проповедана будет Евангелие до края земли, и тогда придет конец. Главная цель церкви, это чтобы мы могли проповедовать даже в Африке, до края земли, не только в Кемерово. Но кто может проповедовать? Только духовно зрелые люди. Поэтому вначале, когда мы приходим к Господу, мы духовно растем через воскресную пропасть, через домашние группы, через того, что мы, может быть, даже входим в команды. Вот какие команды есть? Ну, например, у нас, видите, сейчас команда прославлений есть. Хорошо пели? А если они друг с другом общаются, возрастаем в Боге? Мы бы имели благословение, когда они нам служили? А если мы выйдем еще на улицы, где-то, может быть, на праздники они будут петь какие-то, они через твое творчество будут доносить благую весть? То есть, совсем другой уровень хвалы, уровень поклонения, другая музыка. Или вот, например, есть команды, которые занимаются подростками. Есть команды, которые занимаются альфа-курсом. То есть, например, человек хочет узнать основы. Они собираются и учат основам, как начать молиться, что такое вера, что такое церковь. Потому что за одно воскресенье все невозможно сказать. И вот в церкви много разных различных команд, которые, в принципе, людям помогают развиваться. И исполнять волю Божию благовествовать. Вот, например, я вчера ко мне приехало два пастора. Они из Баптистской церкви. Я сказал, давайте что-то вместе делать. Я говорю, давайте сделаем течение слова. Давайте сделаем, в городе начнем проповедовать. Не людей звать в церковь, а просто рассказывать, почему у людей психические проблемы. Потому что они живут без Бога. Просто доносить. Давайте вместе объединимся. И, допустим, раз в месяц верующие из вашей церкви, верующие из нас в церкви. Раз, допустим, соберем, сколько, не важно. Десять, десять. Сто так сто человек. Двести так двести человек. И по какому-нибудь одному району пойдем. И у нас вот там вот есть такие Библии, ну, маленькие Библии. На столе принеси, пожалуйста, одно. Маленькая Библия, Гедеоновское братство. И будем людям дарить и вкратце рассказывать Благую Весть. Чтобы они читали Благую Весть. Чтобы они услышали Благую Весть. И сделаем это, главное, постоянство. То есть постоянство, подарок, без обязательств. Пожалуйста, возьмите. Ну, давайте я вам расскажу, в чем суть. И вот, говорите, человек проклят. Почему? Потому что ушел от Бога. Потому что живет плотской жизнью. Но Христос пришел для того, чтобы ты родился духовно. Возрастал духовно. Жил по Евангелию. И тогда ты будешь иметь жизнь вечную. И знаете, за семнадцать лет первый раз. То есть мы соглашались хвалу делать. Мы соглашались вместе встречаться, молиться. Ну, из всех двадцати пяти церквей, там, по-моему, уже в городе Кемерово. Вот просто ходить и просто раздавать Евангелие, проповедовать. Еще ни одна церковь, они так не согласились вместе двигаться. И это первый раз вчера произошло. Поздай, слава Богу. Это командное служение. И команда может быть не только внутри церкви, которые придут и скажут, я буду тоже в этом. А это команда, которая вообще меж церковной. Я говорю, Андрей, если мы начнем, то потом подключатся все церкви. Давай начнем. Просто проповедовать благую весть. Я говорю, знаешь, какую цель я поставил перед собой? Я просто буду учить, молиться на том, потому что Иисус сказал, жатвы много, делайте ли мало. Молите, господин жатва, чтобы вышли делатели. Потому что у нас 600 тысяч человек. Очень много людей не знают Евангелия. Очень много людей, ну, как бы, невнимательны. Ну, говорю, вот знаете, у нас больше 300 человек. Если 300 человек у нас в течение месяца, 200 будет проповедовать благую весть. Ну, так или иначе. То есть, приносить мир. Раз человек волнуется, смотришь, переживаешь. Слушай, давай за тебя помолюсь. Или, например, говоришь, знаешь, если ты за Господа держишь, Бог все усмотрит. Вот такие вот, знаете, простые слова. Почему? Потому что надо, чтобы человек понял, в чем проблема. Сначала да, отстань, да это. Я говорю, представляешь, если вот будут проповедовать Евангелие, вот 200, таксист едет, ему раз рассказал кто-то, он раз высадил, в другой район приехал, ему другой такси, пассажир рассказывает. Он, да что такое? Он раз в третий район, опять другой. Ему 6-8 кто-то рассказал, он говорит, походу, не они гонят, я гоню. Аминь? Конечно, надо научиться грамотно проповедовать, потому что некоторые не умеют грамотно проповедовать, поэтому и созданы команды для чего? Чтобы научить грамотно проповедовать. Но если 300 человек, 200 будут проповедовать, в течение месяца, так или иначе говорить, 60 тысяч человек будут слушать в Кемерово каждый месяц Евангелия. 60 тысяч. Да, может быть, они не покаятся от первого раза. Но если в два года это подряд, в три года это подряд, наступит такой момент, когда посеянное слово что сделает? Начнет взрастать. И начнется духовное возрождение города. Мы же с вами многие вкусили, как благ Господь, как хорошо духовно возрождаться. Да, это сложно искренить проклятые корни из нашей души. Да, сложно меняться. Но в то же время мы вкусили, как благостно жить духовной жизнью. Вот это командное служение. Поэтому мы должны понять, что много людей, могут много разных команд создать. Команда домашних групп, команда энкаутеров. То есть, чтобы люди под разным моментом могли услышать Евангелие, вкусить Бога и что-то в своей жизни переосмыслить. Дальше, следующая стратегия, чтобы вы понимали. Миссионерский дом. Что такое миссионерский дом? Люди, которые потихоньку будут расти, вот когда ребенок духовно растет, он сначала в садике. Есть люди, которые не хотят быстро расти. И знаете, у каждого человека есть свое время духовного роста. Кто-то вырастет за 3-4 года, кто-то вырастет за 20 лет. Мы не должны, ну как сказать, мы должны быть терпеливыми. Не обязывать людей, человек, который будет искать Бога, Бог сам в нем будет пророждать желание и хотение по своему благоволению. Ты не сможешь изменить человека. Я знаете, когда был достаточно молодой пастор, иногда хочется, чтобы человек быстро поменялся, и ты начинаешь на него как-то давить, и ты сможешь, наоборот, он закрывается. Вместо того, чтобы открыться. Хотя для него это благо. Кто-нибудь это в жизни переживал? Поэтому надо всегда понять, что ты, Бог, человека не изменит, Бог изменит человека. И вот миссионерский дом, это наша цель видения, чтобы в каждом районе появился духовно зрелый человек, который бы формировал команду или помогал людям духовно возрастать. Почему? Потому что если человек каждый день будет слушать благую весть, и ему кто-то будет разъяснять и подсказывать, то его духовный рост будет очень быстро расти. Сам человек до многих вещей дойдет, годами будет доходить. Но если ему будут подсказывать, помогать, жить каждый день с Богом. Как жить, как молиться, как составлять план. Вот, понимаете, вот этот человек смотрит перископ месяц, и у него начали возникать вопросы. И то есть, как он ко мне обратился? Я не знаю, где он, он в Москве находится. Я, конечно, могу только через интернет ему советовать. Но в нашем городе мы можем создать молитвенный дом. Человек, духовный человек, он может открыть свои двери, и прежде чем человек, допустим, пойдет на работу, он может прийти к нему домой утром, прослушать перископ, пообщаться с духовно зрелым человеком и учиться возрастать духовно каждый день. Если тебе каждый день есть человек, который тебе подскажет по телефону, в общении, с которым ты будешь встречаться, может, чаще, два раза, может, три раза в неделю, то твой духовный рост будет очень сильно. Аминь? Дальше стратегия. Специализированное служение. Что такое специализированное служение? Вот, когда я стал верующим человеком, я был бизнесменом. Я начал проповедовать своим работникам. Я начал из церкви принимать людей на работу. И в итоге получилось так, что большая часть коллектива были верующие люди. И когда ко мне приезжали люди работать, заключать контракты, товар привозили, еще когда ко мне посетители приходили в кафе, то я с ними общался, мы разговариваем, я им проповедовал Евангелие. То есть есть люди, которые, вот мы сейчас второе служение, которое хотим сделать еще совместно с несколькими церквями, это либо утренние, либо вечерние, либо утренние завтраки, либо вечерние ужины для деловых людей. Приезжают бизнесмены, приезжают люди успешные и приглашают также неверующих делиться, как мы живем в христианской жизни. Потому что когда, ну, у людей обычно одни и те же вопросы. Вот, понимаете, пока вот, а у бизнесменов какие вопросы? Пока на человека на матом не скажешь, русский ничего не делает. Оказывается, не только русский, любой ничего не делает. И такое уже было однажды в каком-то городе, пробуждение пришло, все покаялись, а город был шахтерский. И тогда вагонетки, ослы тащили, и ослы не понимали команды. Потому что они говорят, осел, пожалуйста, тащись. Тащи вагонетку, он только на матах понимал команду. А тут покаялся, все, маты ушли, осел все, неуправляемый. Вот специализированно у нас есть люди, бизнесмены, у которых есть собственные бизнесы. И вы можете через бизнес нести Евангелие. Почему? Потому что вот в институте, я уже проповедовал вам, до сих пор проповедуют деловую этику. Константин рассказывал, он в институте учился, что вот на Советском 44, там была другая церковь, где этика там у них такая-то, такая-то, то есть уже пиццерия-то закрылась, а до сих пор в институте об этом учат. Это вот является специализированное служение. Естественно, если ты не управленец, тебе сложно нести специализированное управление, потому что ты не можешь прийти начальнику и говорить, я тебе сейчас проповедую. Нет. Ты должен работать как для Господа. и быть благословением для этой работы. Аминь. И может быть, и молиться за свою работу, может быть, Бог даст возрождение твоему начальнику, и тогда христианская культура придет. Следующая стратегия – это районные церкви. То есть, что такое районные церкви? Когда развиваются домашние группы, когда поднимаются команды, когда поднимается миссионерский дом, появляется специализированное служение, ну, особенно миссионерский дом, появляются команды, которые говорят, давайте сделаем наш район лучше. И в итоге в каждом районе появляется районная церковь. Вот стратегия, в принципе, которая Господь дал через апостолов, как нам развивать, как расти духовное. И шаг за шагом, если мы вот так вот будем жить, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но Божья воля начнет исполняться. Я вот на этой неделе задумался. Думаю, я начал замечать такую вещь, что, думаю, надо же так. Все, что я у Бога просил, все, что я у Бога просил, Бог исполнил. Ну, лет через 10, через 7, через 8. Ну, просто мы хотим очень быстро, да? Вот, знаешь, говорим, Господи, дай мудрости. Он говорит, услышал, дам мудрости. Он говорит, так, я тебе даю миссионерский дом, ходи, я даю тебе перископ, слушай, задавай вопросы, получай ответы, практикуй. Не, Господи, не хочу. Ты дай мне мудрость. Он говорит, хорошо, услышал. Я тебе пошлю обстоятельства в жизни, где тебе придется трудно, где ты будешь думать, как из них выйти. Но если будешь слушать, мудрость придет через 4 года. Не будешь слушать, ничего, 10 лет. Нормально. Господи, я хочу войти в благословение, чтобы семья была хорошая. Хорошо. Есть служение, в марте начнется, как созидать семейное отношение. Знаете, самое интересное? На семейное отношение приходят семьи, у которых нет проблем. И у меня жена всегда говорит, ну как так, кому надо, тот не пришел. Я говорю, ну что расстраиваешься? Разведутся, второй брак, опять проблемы, разведутся, третий брак, опять проблемы. И рано или поздно задумаются, надо сходить на семейное отношение. Потому что умный человек ищет человека. Как написано, мудрец любит что? Слушать обличение, а глупый раздражается и злится. Здесь нет ни одного глупого человека, потому что я не увижу ни одного раздраженного лица. Вроде бы так. Ну это безразличные есть лица, но как бы... Вот. Я просто хотел бы еще одну мысль, последнюю сказать, и мы закончим. Понимаете, есть время на благоприятные. Вот если вы пришли в церковь, то на вас сейчас сосредоточены все самые лучшие люди церкви. Для чего? Чтобы помочь вам возрасти духовно. Но если вы как бы, ну, не проявляете активность, вы начинаете, ну, время свое просто удлинять. Поэтому, знаете, есть времена, когда надо максимально быстро возрасти, чтобы укоротить время своего благословения, чтобы оно пришло. Вот евреи, они могли прийти, когда в землю обетованную? Через две недели. А шли к этому сколько? 40 лет. Вот некоторые люди, вот в церкви, они могут быстро духовно вырасти и быстрее получить благословение. А некоторые идут к этим благословениям годы. Аминь. Вам понятно видение, вообще стратегия церкви? Поэтому любой человек, который только что пришел или еще что-то, вы должны понять, вот это все написано в Библии. Итак, скажи своему соседу, твое благословение в духовной зрелости. Чтобы духовно быть зрелым человеком, нужно научить возрастать духовно каждый день. И еще, заканчивая проповедь, последнюю вещь скажу. Чтобы активно проповедовать благую весть. Я каждое утро, практически каждое утро выхожу в перископ. Там уже больше 157 посланий на разные темы. Но каждое утро я все-таки выхожу. И если вы, когда вы входите в перископ, туда, вообще, есть люди, которые из Америки уже слушают, Москва, другие разные. Я однажды вышел днем по московскому времени, туда сразу полторы тысячи человек подключилось. Неверующие люди. И если вы когда смотрите и делаете вот такие вот, там сердечки летят, смайлики, или в чате что-то пишется, тогда вот эта трансляция пастора, она выходит в топы. И все, кто в перископ смотрит, они говорят, кто топовые? И даже, и они сразу раз все могут посмотреть, а почему здесь топы? А вы раз тыкайте, а кто-то умудряется за 15 минут пять тысяч раз. Я не знаю, как он так пять тысяч раз. А еще и печатает. О, классная проповедь. О, аллилуйя, аминь. О, это наша церковь. Ну, представьте, мы можем проповедовать Евангелие сегодня. Вот есть люди, которые вот так вот пишут и говорят, пастор, ответьте на вопрос. Если вы делаете перепост со своей страницы, то вы, по сути дела, позволяете вашему окружению слушать благую весть. Ну, а если мы проповедуем, знаете, дьявол, он не боится вас. Он боится Христа, а Христос – это слово. Дьявол не боится традиций, он боится Христа, а Христос – это слово. И еще последний совет. С кем бы вы не встретились, православным, католиком, протестантом, чтобы между вами всегда был мир, говорите только о Христе. Потому что Христос есть основатель и учредитель нашей веры. А вот эти традиции, обряды, еще что-то – это не суть важная. Важно, Христос живет в твоем сердце. Важно, ты живешь, растешь духовно. Важно, ты поистине поступаешь. Вот это важно. Аминь. И тогда твоя жизнь меняется. А если мы будем говорить, вы правильные, вы неправильные, это от лукавого. Потому что это рождает ссоры, гнев и вообще, по сути дела, гражданскую войну, религиозную войну. А там бесы всегда. Потому что везде, где войны, там бесы. Давайте сейчас закроем глаза, помолимся. Я хотел бы, чтобы вы размышляли над стратегией, посмотрели, где вы сегодня. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим тебя за слово, которое ты нам даешь. Просим тебя, благослови, Господь. Дай на каждому из нас действительно стать духовным человеком. Дай каждому из нас стать частью команды. Дай на каждому из нас быть человеком, миротворцем, который будет нести благую весть, Евангелие, приносить мир во все сферы нашей жизни. В семью, в работу, в отношениях с людьми, в церковь. Помоги мне вырасти духовно, чтобы я был действительно как чадо Божие, которое внесет мир туда, где он находится. Прошу, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.